Друзья, здравствуйте, меня зовут Анастасия Гусарева, это Политека и, как обычно, мы с вами пытаемся найти ответы на те вопросы, которые сегодня звучат в информационном пространстве. И сегодня Мухтар Абляза у нас в гостях на Политеке. Это казахстанский государственный, политический и общественный деятель, предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана и лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, очевидно, что на этой встрече действительно будет обсуждаться ключевая тема – это зерновая сделка. И понятно, что Путин в промежутке продемонстрировал свою силу, тактически выиграл, и он намеревается как бы разговаривать с позицией силы. Но Эрдоган приехал тоже не пустым, скажем, баулом. У него тоже там есть аргументы, и очень много было информации, что очень серьезные переговоры, работа проведена с Эрдоганом, и какую позицию ему занят именно на встрече с Путиным в Сочи. Но, как правило, такого рода встречи уже в целом отработаны. То есть исполнители, действующие министры, ближайшие помощники президентов стран заранее отрабатывают повестку, согласовывают. Какие-то нюансы, если и остаются недоговоренно, не отработанные, то это фиксируется и отшлифовывается на этой личной встрече, а затем просто торжественно объявляется. Поэтому эта встреча уже, скажем, заранее подготовлена, и итоги, как будет все это выстроено, уже два президента знают. А в чем выгода именно Эрдогана вот этой встречи? Мы же помним, что изначально были разговоры о том, что Путин должен приехать в Анкару. И вот тут Эрдоган, как бы уже не ожидая Путина в Анкаре, соглашается приехать сам лично в Россию для того, чтобы эта встреча состоялась. Мало того, он едет в Сочи. А мы помним, что Сочи — это такое место, очевидно, определенным образом сакральное для Путина. Туда приезжал в свое время Янукович и Лукашенко, и они как бы возвращались с плохими решениями для себя оттуда. Ну, я на самом деле не воспринимаю так, что для Путина существуют какие-то особо сакральные места. Такого типа людей, ничего, что называется сакрального, не некого святого, только имитация. А что касается приезда Эрдогана именно в Россию, а не наоборот Путина в Турцию, мне кажется, здесь большого значения в этом не нужно искать смысла, потому что Путин сейчас, опасаясь неожиданностей в связи с выпуском ордера на его арест и какие-то другие обстоятельства, связанные с безопасностью его личной, он предпочитает сейчас никуда не выезжать за пределы, скажем, ближайших его союзников, стран ближайших союзников. Это Китай, это Центрально-Азиатские государства, ну и потенциально, возможно, еще и в Иран. Вот, собственно, количество стран, которые он готов посещать, оно минимальное. Вот, и поэтому, собственно, сейчас приехал Эрдоган к нему, и, ну, я думаю, что это не имеет никакого принципиального значения, кто к кому приехал. А так ли важна для Эрдогана именно эта вот сделка зерновая, что он встречается с Путиным? Тем более мы помним, что не понравилось, мягко говоря, Кремлю последнее действие Турции по поддержке Украины. Мы помним, как это все было воспринято, когда возвращали командиров Азова сюда, в Украину, и таким было воспринято это все недружественным жестом со стороны Турции по отношению к России. И тогда зачем Эрдоган едет? Все-таки договариваться о зерне или, возможно, предлагать что-то еще Путину? Здесь надо иметь в виду следующее, что Эрдоган очень осторожный политик, которого власти находятся больше 20 лет. Поэтому предполагать, что он такие залиховатские движения сделал и обидел Путина, это, скажем, ошибочная точка зрения. И если он командиров Азова и вернул, то однозначно заранее согласовав его с Путиным этот вопрос. Поэтому здесь не нужно, скажем, обманываться, когда такого рода пропагандистский прием используется или Эрдоганом, или, собственно, российской пропагандой. Уже сейчас тоже известно, я такую позицию всегда занимал и пояснял, как это работает. Ну и, собственно, у меня, понятно, личное знание есть Эрдогана исторически. Уже сейчас известно, что до того, как Путин объявил, что он выходит из зерновой сделки, соответствующая информация была передана Эрдогану и по линии МИДа, и прямые разговоры. Поэтому для Эрдогана не было никакого открытия, что Путин выйдет из зерновой сделки. Вот это, и все, что сейчас происходит, делается, это согласованные действия. Эрдоган, в Украине очень удачная такая фраза придумана по поводу Эрдогана, называется «Эрдоганить». Когда человек сидит на нескольких стульях одновременно, в Украине очень удачную такую формулировку, поведение Эрдогана писали, и в России тоже над ним посмеивается, в комедий-клаб, когда он умудряется там вроде как бы быть всем нужным и удобным. А на самом деле он нужный и удобный ровно столько позволяет ему западные партнеры, как члены НАТО, и Америка, и Европа в том числе. То есть такая балансировка, которую осуществляет Эрдоган, она осуществляется именно сведомо и Запада в первую очередь, ну и еще, собственно, потому что это выгодно. Выгодно Эрдогану. Только за один год объем торговли с Россией вырос в два раза и составляет 62 миллиарда долларов. Это туризм, это нефть, газ и все прочее. Поэтому для плохой экономики Турции она плохая, постоянно идет инфляция, довольно одна из самых высоких в мире. Это позволяет вот такого рода маневры, балансы, улучшить торговый баланс в Турции. Он покупает зерно, нефть, торговля какая-то активная идет между двумя странами. И поэтому он, по сути дела, в рамках выгоды своей страны вот так их балансирует. Вот, собственно, простое объяснение, почему Эрдоган так действует. А вот вы сказали, что было согласовано все это действие и что Эрдоган знал о том, что Россия собирается выходить из этой зерновой сделки. Я предполагаю, что вы имеете в виду, согласовано было как раз с западными партнерами. А зачем тогда вот эти вот пироиды? То есть, если знали о том, что собирается Россия выходить из зерновой сделки, но все-таки хотят действительно, чтобы опять возобновить, зачем тогда было разрешать выйти, а не остановить еще на том этапе? Я сказал, что Эрдоган знал. Понятно, что от Эрдогана шла информация с западным партнером, но Эрдоган знал, что Путин выйдет из зерновой сделки. А разрешить или не разрешить выходить из зерновой сделки, опять же, есть все эти механизмы не у Эрдогана даже, а именно у Запада. Сам Эрдоган не решится на такого рода действия, идти на конфликт с большой страной. И разрешить или не разрешить, эта позиция зависит от Запада. Дело в том, что Запад, видно, что занимает нерешительную позицию. И это привело к тому, что Путин не просто вышел из зерновой сделки, он увидел эту нерешительность, увидел разногласия, увидел главное, что Запад не готов повышать ставки, не проводит усиленное военное финансирование Украины. Эти разногласия были очевидны. И вот эта вся информация о том, что пытается убедить Украину, что пора выходить на переговор, о чем-то договаривается, это как раз и говорит о том, что Запад, ну скажем, есть определенные круги, которые выражают обеспокоенность и пытаются убедить Украину, скажем, договориться с Путиным. Путин это видит и выходит из зерновой сделки, развязывает, по сути дела, массированную атаку на Одессу, на порты, и понимает, что это все он может делать безнаказанно. Если бы Запад поднял ставки, что называется, встречные действия сделал, жесткие, тогда Путин бы быстренько свернул свою агрессию и быстро бы договорился по зерновой сделке. Вот сейчас, мне кажется, тот самый момент, который проявит ситуацию. Если стороны договорятся, я на самом деле считаю, что должны договориться, но вот если они договорятся, то тогда, значит, аргументы были серьезные. Аргументы какие могут быть у Запада? Это, скажем, пакет санкций такой, который нанесет разрушительные действия на экономику России. А какие действия? Если туда едет Эрдоган, у него есть очень хороший инструмент. Это проход российских грузов через Босфор и Дарданеллы. 20% экспорта российской нефти, это где-то полтора миллиона баррелей нефти в сутки, идет через эти проливы. Если Эрдоган, ссылаясь на своих западных партнеров, скажет кулуарно Путину, и уже это озвучено, понятно, по дипломатическим другим каналам, что, скорее всего, он будет вынужден остановить экспорт нефти и других каких-то товаров через пролив Босфор и Дарданеллы, это, я озвучивал эти цифры, прямые потери составят России минимум 50 миллиардов долларов. Это половина, почти половина годового военного и оборонного, именно военного бюджета России против Украины. Это очень существенно. И поэтому, если Эрдоган вот такую позицию озвучит, твердую, тогда сделка состоится. Если нет, то Путин опять будет повышать ставки, и сделка не состоится. Но я, например, считаю, что Запад должен эту позицию такую жесткую занять. Повышать ставки, что это может быть? Очередная волна обстрелов? Это может быть еще какие-то условия, которые могут быть поставлены по поводу цен на нефть и все остальное, или же что-то еще другое? Ну, повышать ставки Путин уже повысил. Путин вышел из зерновой сделки, сказав, что он не будет пропускать. И ему не ответили. Ответить, наверное, может сейчас, частично, скажем, ответила Украина, продемонстрировала, что она может сделать. А именно, правильно военные эксперты Украины говорят, что Черное море или для всех, или ни для кого. Что это значит? Если Россия бомбит порты и не позволяет осуществить зерновую сделку, получается, что по Черному морю будут идти только российские грузы. Это значит, Путин будет стараться нанести ущерб, чтобы украинское зерно не уходило на экспорт по этому каналу. И таким образом будет стараться вытеснить украинское зерно с мировых рынков. То есть, таким образом извлечь так называемую дополнительную прибыль. Но так не бывает. И если Украина ответит энергичными ударами, то чему это приведет? Это приведет к тому, что Черное море будет закрыто не только для украинских товаров, но и для российских. Но здесь, смотрите, украинское зерно чуть более 30 миллионов тонн поставили на мировые рынки по этому коридору, это порядка около 10 миллиардов долларов. А коридор Босфор и Дарданелла для российского экспорта это минимум 50 миллиардов долларов, только если ограничить нефть, какие-то металлы и руды, не говоря о зерне и все прочее. А реальный масштаб там будет минимум 100 миллиардов. Поэтому если на весы положить скажем, выгоды России и Украины, ясно, что Россия потеряет многократно больше, чем Украина. И вот перед таким выбором, если Украина действительно поставит энергичными военными действиями, Путин никуда не денется. Он пойдет на зерновую сделку, еще даже доплачивать будет, чтобы ему, скажем, не мешали его портам функционировать. Понимаете? И на самом деле, я уже озвучивал, Украине на самом деле выгодно свое зерно отправлять по другому коридору, по которому сейчас осуществляется. Нужно заблокировать эти морские порты так, чтобы этот ущерб в размере 50-100 миллиардов минимум понесла Россия. И это более выгоднее, чем продавать свое зерно по черноморскому маршруту. Понимаете, здесь нужно немного изменить взгляд на эту ситуацию. Если Украина перекроет маршруты нефти и других товаров России, масштаб убытков будет таков, что он не сопоставим, не сопоставим с теми потерями, которые сейчас несет Украина. А на самом деле Украина никаких серьезных потерь не понесет, потому что все это зерно можно спокойно, свободно идти через Дунай с сухопутными маршрутами. Все равно это выйдет на международные рынки. Плюс Россия своими действиями фактически привела к тому, что цены на зерно поднялись. И это компенсирует потери, транспортные потери, которые Украина понесет в связи с тем, что не может отправлять свое зерно морским путем. Это все компенсируется. А Украина в целом глобально выиграет. Ну вот, если мы уже так в продолжении этой темы, Украина показала свою решимость остановить судоходство РФ в Черном море. Но, если я правильно понимаю, от этого пострадает и Казахстан. И вот тут хотелось бы от вас услышать, как вы оцениваете, насколько могут быть большие эти потери, и как вы оцениваете позицию Казахстана, правительства, скорее всего. Потому что вроде бы как на словах они поддерживают Украину, но мы видим, что действия говорят об обратном. Во-первых, давайте мы поймем, как ведется война. Когда Украина воюет с Россией, разбивает их танки, бьет по военным объектам, я думаю, что военнослужащие Украины никоим образом не задумывается, нанесем ли мы ущерб Казахстану. Правильно? Они думают о своей собственной безопасности. На Украину напали, и атаку агрессоров нужно отражать и громить его. Особо не задумываясь, а кто же там третий, пятый, десятый за спиной России стоит. В этом смысле я не думаю, что нужно именно в таком контексте думать Украине, что пострадает казахская нефть. Более того, какие тут процессы произойдут? Мы все должны понимать, вот вы сказали, что на словах Казахстан поддерживает Украину, даже на словах не поддерживает, потому что, вот, например, 25 мая Токаев на евразийском форуме встречался, ну там, все страны Евразийского союза встречались, там четко было озвучено, что Казахстан предлагает свою территорию для промышленной кооперации и производства тех товаров, которые сейчас Россией вынуждены импортировать из каких-то стран. То есть фактически предлагается России производить этот товар на территории Казахстана, потому что Казахстан не попал под санкции, как Россия. Это прямой союзник, и эта фраза говорит о том, что Казахстан в лице Токаева, именно высшего политического руководства страны, даже на словах не поддерживает Украину. Первое. Второе. Там же было объявлено, что предлагается выстраивать логистические проекты, хабы, превратить так называемые в логистический хаб, когда маршруты пробиваются в сторону Ирана, а не есть сейчас маршруты, просто их усиливать, и поставки экспорта российских товаров через территорию Казахстана в Индию и Юго-Восточную Азию. Поэтому даже на словах и по своим действиям Казахстан не поддерживает Украину. Более того, попытка даже провести любой митинг в поддержку Украины сразу карается. Люди арестовывают, создаются в тюрьмы, осуждаются на длительные сроки. Поэтому по всем действиям можно квалифицировать. Не на словах, то есть на словах и на деле Казахстан поддерживает только Путина. Это такой же вассал, как и Лукашенко. Мы же не можем сказать, что на словах Лукашенко поддерживает Украину. Абсолютно. Вот Казахстан тоже. Казахстан просто у него функция другая. Это тыл, задняя дверь российской экономики. Через Казахстан осуществляется параллельный импорт, поставки товаров военного назначения, покупка Сбербанка России. Сделка была больше, чем на 2 миллиард долларов. Очевидно, что Украина должна ясно осознавать. Это Казахстан в лице Такаева, прямой помощник и вассал Путина. И ориентироваться, сочувствовать этому политическому руководству ни в коем случае нельзя. Более того, должны быть нанесены прямые персональные санкции, таким образом изолировав эту страну, чтобы Казахстан не мог быть помощником Путина. Нужны именно персональные санкции, парализовать его личные счета. И все те, кто будут выполнять поручение Такаева, автоматически попадут под вторичные санкции. Наши люди беспокоятся, что если будут персональные санкции, то это отразится на всей экономике. Нет, не отразится. Это отразится на конкретных людям. Давайте еще поговорим о том, какая роль все-таки Запада во всей этой истории. Анастасия, пожалуйста, я, знаете, что, наверное, не досказал следующее. Когда вы задали вопрос, а как это отразится на казахской нефти, дело в том, что если Казахстан это тыл России, Путина, то ему важно, чтобы эта страна нормально функционировала, не было социальных взрывов и все прочее. Вот если казахская нефть в размере 65 миллионов тонн, это фактически более 80% того, что Казахстан производится, уходит на экспорт через Россию, через порт Новороссийск, если это нефть начнет зависать, не уходить на экспорт, это половина и более доходов бюджета страны. Это приведет к тому, что бюджет страны рухнет, люди потеряют работу, обвал в экономике приведет к социальным взрывам и это власть, режим будет снесен. И поэтому это фактически удар будет по Путину. И Путин, чтобы этого не допустить, понимаете для него какая угроза, он потеряет тыл, потеряет возможность импорта оттуда через Казахстан. И он, конечно же, еще раз хочу сказать, что по Черному морю он многократно более уязвим, чем Украина. Многократно. Если казахская нефть вдруг завистнет, то этот удар будет по Путину и не только по Казахстану. Сразу вы увидите, что там будет революция, буквально несколько месяцев и все. Революция и тогда будут перекрыты все каналы поставок из Китая различных товаров. Понимаете, какой эффект будет? Поэтому Путин очень уязвим по Черному морю. Нужно просто внимательно посмотреть на ситуацию. Мы сейчас исходим из того, что Путин доминирует, бомбит, ракеты и все прочее. Как только удар по портам будет, картина сразу поменяется. Возвращаясь к теме о западных все-таки партнерах, в последнее время РЕНТ корпорация, это исследовательская организация, она предоставляет услуги государственным учреждениям Соединенных Штатов, Европы, Востока, Азии. Они в своих докладах озвучили следующие ситуации. Они анализируют все то, что происходит в Украине. Вот они в первом докладе он касался рекомендаций правительству Соединенных Штатов Америки по сдерживанию России. Второй доклад он касался как раз таки уроков, которые извлекает Китай из этой всей ситуации, которые он может и готов применить в случае войны с Тайванем. И тут истекает из этого, что доктрина Соединенных Штатов это не победа над Россией, а это сдерживание. И отсюда соответственно формат помощи Украины. Как вы считаете, в такой ситуации готов ли Байден давить на Россию по настоящему? Знаете, я думаю, что если действительно такая концепция есть, мы просто исходим в большей степени из анализа размера военной помощи, которая поступает в Украину. Мы такие выводы делаем из анализа, скажем, когда в той же зерновой сделке Америка и Запад, имея более серьезные рычаги, чем Путин, они их не применяют и идут на политику так называемых уступов. Когда госсекретарь Блинкин примирительно заявил, что ну что вы там господин Путин, мы тут банкам дали поручение, что никто вам не препятствует в поставках вашего зерна. По факту мы знаем, что в 23, точнее в 22 году Россия продала на экспорт 60 миллионов зерновых, а в 21 38 миллионов, то есть на 22 миллиона больше. То есть никакого препятствия не было, и это просто пропаганда, попытка скажем, на черное сказать белое и наоборот. И вот эта позиция Америки, по ней видно, что они скажем, не проявляют жесткость. И мы собственно из этого делаем выводы. Размер военной помощи недостаточный, а он должен быть как минимум несколько раз больше. Оружие должно быть другого качества, дальнобойные ракеты, танки, самолеты. Этого нет. Мы делаем какие-то логические выводы, что Америка занимает вот такую позицию, чтобы Россия не выиграла, но чтобы и Украина не проиграла. На самом деле, я думаю, что это ущербная позиция, и не уверен, что Америка вот такую позицию занимает. И мне кажется, нерешительность, да, присутствует, но нерешительность связана с тем, что они не могут оценить размер, скажем, последствий, будет ли Путин применять ядерное оружие или нет. Мне кажется, в этом основная причина. Ну, давайте мы вернемся к пониманию, насколько это ошибочные позиции или нет. Когда Советский Союз развалился, я помню, Буш приезжал, Буш старший, приезжал в Украину, и, ну, он еще тогда Советский Союз не до конца развалился, но вот было видно, что вот рассыпется. И он тогда возражал, чтобы ряд республик вышли из состава Советского Союза, документируя, что есть в этом случае угрозы, что непонятно, в чьих руках будет ядерная бомба, во-первых, во-вторых, может привести хаосу, гражданской войне и тому подобное. Но тем не менее это произошло. 15 республик вышли из состава Советского Союза, включая саму Россию. Ядерные бомбы, ядерное оружие в 93-м году Украина, Беларусь, Казахстан отдали России. То есть эти процессы все равно произошли. Хотела этого Америка, не хотела. То есть империя начала разваливаться. Сейчас начался второй этап. И они придерживаются тоже старого принципа. А вдруг сейчас они понимают, что ослабление серьезное центра, а именно поражение режима Путина, на их взгляд приведет к развалу России. И они опять пугаются, куда денется ядерное оружие, не расползется ли она по республикам и что нам с ней делать. Я думаю, что в этом причина основная беспокойство. Но здесь, мне кажется, большую роль должна сыграть Украина, именно политическое руководство. Украина это пережила. За эти годы, с 91-го года, серьезное количество времени произошло и много изменилось. Если в начале 90-х годов это была административная система управления, нерыночные государства или даже все страны, которые находились в составе бывшей Советской Южной, они шли к рынку теперь все поменялось. Теперь даже так называемый федеративный республик типа Татарстан, Башкортостан или даже Кавказ, они построили уже, ну, живут в рыночной экономике, скажем так. Куда продавать товары, что производить, все уже понятно. И каждый из этих государств в случае развала Советского Союза выпустит свои национальные валюты и экономические проживет. Что нужно делать Америке и Европе? Контроль только над решить вопрос, что будет с ядерным оружием. И все. А процесс развала России неизбежный. Он все равно произойдет. Но если эту политику скажем подвешивания ситуации продолжать, не решать вопросы о массированной поддержке военной помощи Украине, возможно следующие последствия. Вот вы сейчас задали вопрос по Тайваню, по Китаю. Китай прямой союзник Путина. Вот кандидат будущий в Америке Ромни, кандидат президента, он правильно сказал, что Китай помощник и союзник Путина, он не заинтересован, что Путин проиграл. А что это значит? Это значит, что Китай будет финансировать, помогать, оказывать любого рода помощь, чтобы Путин не проиграл, более того, чтобы он не ушел скажем с лицом пораженца. Что значит для Путина поражение? Это значит потерять Крым. Как минимум потерять Крым. Он эти 20% может даже потерять, но выйти с хорошим лицом, если Украина получит нейтральный статус, например, возьмет на себя обязательство не вступать в НАТО, не будет платить Путин никаких контрибуций, препарации это очевидно, но тогда он в России объявит, Крым наш, вот мы наказали Украину, Украина теперь имеет нейтральный статус, Запад объявил, что в НАТО Украина не будет входить, он будет лицом победителя, но это противоречит позиции Украины, Украина говорит, что мы должны вернуться к границам 91-го года, то есть фактически вот та позиция якобы сдерживания и России и невыигрыша Украины в этой модели не работает и не получится, тогда что получится, получится, что более глобальная станет война, глобальная в чем, каким образом, для того, чтобы добиться своих целей, Путин будет повышать ставки, сейчас мы видим, что сформировалась ось зла, это союзники Иран, Китай, они активно помогают России, раз, басалы страны Центрально-Азиатского государства проводят учения ОДКБ сейчас вот в начале сентября начинают учения, демонстрируется, что военный союз ОДКБ будет готов вступить в эту войну, эти учения не случайно проводятся именно в Белоруссии, это 80 миллионов человек, человеческих ресурсов Центральной Азии и плюс различные другие возможности. И тогда завтра, когда Америка эту ситуацию затянет, наступит уже более плохая ситуация, глобальная, в которой участвуют и Иран, и Китай, и страны Центрально-Азиатских государств, это придется гасить с большими издержками и большими проблемами. И если этот расклад, я понимаю, что Америка это понимает, но лучше всего чувствует Украина, потому что они стоят сейчас, эта страна Украины стоит, воюет, и вот это все необходимо написать, разложить, убедить, дипломатическую большую работу провести, потому что то, что озвучивают на поверхности, это озвучивает кандидат президенты Ромни, это понятно, что специалисты в Министерстве иностранных дел или, как говорим, Госдепартамент США, они все это прекрасно знают. Эту линию если отработать, если Украина начнет убеждать все это сделать, тогда Америка и Европа должны занять более решительную позицию, не бояться, что Путин сейчас повысит ставки, потому что он понимает, что это боятся, он каждый раз будет взвинчивать ставки, каждый раз будет выигрывать, а у него ресурсов на ведение десятилетней войны достаточно. А вот вы говорите, что они должны, Америка и Европа, предпринять какие-то действия и не бояться ядерной кнопки и всего остального. Эти действия должны быть направлены на что? На поддержку Украины или все-таки на свержение и устранение режима Путина в России? Свержение прямой Америка не пойдет. Наверное, нужно создать такие условия, чтобы это произошло. А какие условия? Если экономика, воловой внутренний продукт в России упадет минимум на 10%, а точнее процентов на 20%. Я все время привожу исторические аналогии. Когда царская Россия участвовала в Первой мировой войне, воловой внутренний продукт за 4 года упал до 18%. Это привело к революции, к хаосу, когда сами же военнослужащие России развернули штыки против царя. Гражданская война и все прочее. То есть нужно добиться, чтобы российская экономика именно упала вот на такой объем, где-то приблизительно 20%. Это первое. А второе это усиление финансирования Украины. Сейчас военный бюджет Украины порядка 50 миллиардов долларов, у России 110 миллиардов это прямо, не считая того, что технически они обладают более совершенным оружием, а именно ракетами, которыми они безнаказанно бомбят Украину. По сути безнаказанно, потому что Украина не может адекватно такими же ракетами ударить по их территории. И в этом смысле преимущество у России гигантское. Вот это преимущество должно быть ликвидировано. А как это сделать? Это два способа. Первый, массированной поставки военного оружия, снаряжения, которое превосходит российское, во-первых, во-вторых, так, чтобы Украина могла наносить военные удары по объектам, не ограничиваясь расстояние до 500 километров как минимум. Это первое. Второе, необходимо организовать блокаду. Блокаду российской экономики таким образом, чтобы произошел обвал экономики. Блокаду, кстати говоря, несложно сделать. Достаточно закрыть проливы Босфор и Дарданеллы. Ну, 20% российской нефти некуда будет девать. Не только нефти, угольный, там, грузится уголь, металлы, если останавливаются или теряют объемы металлургии, там миллионы рабочих мест, во-первых, они потребляют огромное количество электроэнергии, станции будут останавливаться, перевозки уменьшатся, но и если перекрывается возможность, географическая возможность поставки через территорию Казахстана товаров различных, в том числе военного назначения, прямыми санкциями, то Россия оказывается в изоляции, то есть тогда Китаю придется выйти, что называется, с открытым забралом. Сейчас они прячутся, они осуществляют поставки по серым схемам через территорию Казахстана, не отражает стат отчетности, что есть так называемый зеленый коридор и грузы гигантским потоком, я регулярно выставляю видео, там минимум по 10-15 километров стоят траки в очереди, чтобы просто пересечь границу, представляете, масштаб такой, это все идет через Казахстан, грузы идут из Китая, казахские грузы, узбекские грузы, киргизские грузы и достаточно ударить санкциями по Казахстану, тогда эти потоки закроются и Китай вынужден будет эти грузы гонять через Дальний Восток, во-первых, это очень далеко, во-вторых, он раскрывается и не сможет прятаться, тогда сам попадет под различные санкции, вот что нужно сделать, блокада черноморского направления, второе, это перекрыть Казахстан, ударив прямыми санкциями по политической верхушке, и тогда я уверен, что вот эти санкции будут эффективными, падение экономики приведет к хаосу, потеря возможности финансировать военные действия, люди потеряют рабочие места и будет та самая ситуация, которая была в царской империи, вот чего нужно добиваться, не военными методами даже эти экономические приемы применить, а здесь нужна решительность, вот чего не хватает сейчас западу. Ну и так, мы с вами плавно перешли к Китаю, Си Цзипин не поедет на саммит J-20 в Индию, об этом сообщает Reuters, и вместо него в Нью-Дели поедет премьер-министр Китая Ли Цян. Почему так? Почему китайский лидер отказался посетить J-20? Ну, я, честно говоря, думаю, что здесь какой-то особый смысл нет, ну, нет смысла искать, да, в этом, ну, во-первых, премьер-министр все равно второе лицо в государстве, ну, и потом, мы же понимаем, сейчас, если вот так глобально оценивать ситуацию, повестка дня ключевая — это война России с Украиной, и здесь страны, так называемые свободного мира Запада, они занимают ключевую позицию, единую, и на G-20 присутствует собственно и Россия, полу-так называемая, в кавычках, гибкая позиция Китая, он будет говорить какие-то умиротворяющие дипломатические слова, то есть повестка главная, она все равно никак не разрешится, война не остановится, это будет просто пожимание рук и все, поэтому то, что не поехал лидер Китая, я думаю, что это не имеет никакого принципиального значения, принципиально то, что такого рода сложнейший вопрос решается на двусторонней основе, когда возникает, скажем, вопрос ребром, это Китай, президент Китая с Байденом встречается лицом к лицу, и так происходит с главами других государств, а сейчас это, вот если говорить о принципиальном вопросе, о главной повестке, он на встрече G-20, он никак не развяжет ситуацию. А можем ли мы говорить о том, что китайский лидер хочет сохранить вот эту вот гибкую позицию, о которой вы говорите, да, потому что если приехать на G-20, и вы сами сказали об этом, и эта информация также есть, о том, что там будет присутствовать Россия, будут присутствовать лидеры стран, которые не поддерживают и выступают против России, и Китай, который вроде бы как бы не хочет ссориться с Америкой, они к этому пришли, но в то же время, и вы опять же таки об этом сказали, поддерживает и считает Россию своим вот таким, не знаю, младшим братом или союзником. Ну, знаете, при личной встрече тоже ведь ничего не изменится, все равно Си будет те же самые дипломатические фразы произносить, обниматься и с Байденом, и с Путиным, ну, Пути просто не едет, но в любом случае, поэтому, что дистанционно, скажем, будет Китай такую позицию занимать сейчас, что при встрече это не, принципиально ничего не изменит эта встреча, даже если он приедет, сэкономим свое время просто. А если мы посмотрим на эту ситуацию через такую призму еще одного доклада той же корпорации РЕНД, в котором речь идет о том, что китайские военные выяснили о том, что по итогам этой войны, соответственно, что слабое место России это логистика, и они собираются это учесть в своих дальнейших планах, и вот тут возникает вопрос, какие это могут быть планы. Вы знаете, я этот доклад не читал, если говорить о логистике уязвимости военной, ну, Россия, во-первых, по размеру большая, протяженная страна, но и потом я особой слабости, честно говоря, не вижу, потому что Россия готовилась к войне с Украиной давно, мы сейчас даже анализируем внешнеторговые деятельности и видим, что ряд товаров двойного назначения Путин уже начал завозить с 20-го года, поэтому, когда страна заранее готовится к войне, логистика разрешается просто, подтягиваются необходимые военные ресурсы на относительно безопасное расстояние, условно, 300 или 400 километров, формируются склады, подвозятся танки, оружие и все это готовится. здесь не было ничего неожиданного для Путина, для Украины ничего неожиданного не было. Поэтому я не вижу, что логистические проблемы серьезно существуют, если война заранее планировалась. Другие проблемы существуют, которые, безусловно, влияют и повлияют на ход военных действий, это проход грузов, продажа нефти, проход через проливы Босфор, если будет существовать сейчас, когда включили ограничения различные на покупку российской нефти, Россия вынуждена была скупать так называемые танкера по всему миру и формировать возможность свой танкерный флот, чтобы не зависеть от Запада. Вот эту часть возможно они не учли, но они с этим успешно справились. Как известно, объем экспорта не уменьшился, танкера они все поскупали и сейчас в основном и страхуют сами, и танкера собственно под их контролем находятся. Вот серьезно я бы не заметил какие-то серьезные проблемы. Если бы Украина обладала военным оружием, которое позволяет бить на 500 и далее километров и било по территории России, и тогда они были вынуждены россияне скажем свои штабы, какие-то резервы, ресурсы за границу 500 километров, да, можно было бы сказать, что существует проблема. А с учетом того, что Украины сейчас такой технической возможности нет бить на дальние расстояния, я думаю, что нельзя говорить о серьезных проблемах, тем более, что мы же видим, что значительно превышает возможность стрелять, скажем, артиллерийскими снарядами в избытке относительно Украины у России, другого тоже военного снаряжения, танков и так далее тоже в избытке относительно Украины, Украины, поэтому я не вижу особо проблем. Ну и о санкциях не могу вас не спросить, Центробанк Российской Федерации, они заявили о том, что ослабление рубля вроде бы как связано с тем, что зависли в Индии 39 миллиардов долларов, так ли это, учитывая все предыдущие заявления, да, и учитывая то, что мы знаем, что Кремль не любит держать награбленное внутри Российской Федерации? Я хочу сказать так, последние полтора месяца я слышу различные телеграм-каналы, Ютюб и так далее, приглашают экспертов и говорят, а якобы, что Россия испытывает серьезные проблемы, некие 39 миллиардов, а российский известный эксперт нефтяник, эксперт по нефти Михаил Брутихин вообще заявил о сумме 60 миллиардов долларов. Я хочу сказать, что это заблуждение, это колоссальная ошибка считать, что так она есть. Ну, во-первых, звучит такая фраза, что в Индии якобы неконвертируемая или слабо конвертируемая валюта. Я хочу просто наших, ваших зрителей направить Google, Google все знает, что называется. Индия пятая экономика в мире, впереди Великобритании. Внешний торговый оборот порядка 1,7 триллиона долларов. ВВП порядка 3,7 триллиона долларов. Эта цифра ни о чем не говорят, кроме того, что это пятая экономика в мире. И поэтому проблем с конвертацией в Индии для бизнеса нет. Никакой абсолютно проблемы нет. теперь смотрите, надо исходить, что перед Украиной умный враг. Если бы он был тупой, слабый и так далее, Украина, наверное, бы те самые три дня, которые хотела разгромить Россия, разгромила бы и Россию. К сожалению, это не так. Надо понимать, что перед Украиной опасный умный враг, обладающий минимум десятикратным перевесом военной силы и обладающий человеческими ресурсами как минимум в пять раз больше. Это правильно, когда ты так видишь своего врага, ты начинаешь правильно его анализировать. И дальше российская нефтяная отрасль по присутствию в мире именно с точки зрения экспорта конкурирует с аудитами. Это первая, вторая позиция. Поэтому, если мы исходим из этой позиции, надо понимать, что люди, которые работают в нефтегазовой отрасли, образованные, продвинутые, подготовленные, имеющие собственные банки, прекрасно умеющие продавать свой товар так, чтобы они за него получили реальные деньги, а не фантики, как говорят некоторые эксперты. Индийские рупии это не фантики, это нормальная, хорошо конвертируемая валюта. В год его колебания составляет так называемое обесценивание не более 5%. Собственно, и юань китайский тоже на этом же уровне около 5%. Поэтому, когда кто-то говорит, что это фантики, это глубокое заблуждение. Вот представьте, что если экспорт у Индии порядка 700 миллиардов долларов, то что для Индии что оказаться для Индии 30 какие-то миллиардов или 39 вообще не вопрос. Это первое. Второе. Если мы понимаем, что российские нефтяники умные, они умные, они кокируются на мировых рынках, там есть хорошие специалисты, квалифицированные банкиры, которых я лично знаю, и верхушку владеющую бизнесом тоже лично хорошо знаю. это умные и продвинутые люди. И они не будут продавать свою продукцию за фантики. Вот надо из этого исходить. А теперь я хочу сказать следующее. Как это работает? Экспорт нефти, то, что якобы зависли какие-то деньги, не имеет никакого отношения к российскому бюджету. Потому что именно российский бюджет финансирует войну против Украины. Эти российские нефтяные компании платят налоги, налоги на использование вот этих ресурсов нефтяных так называемые НДПИ, акцизы или пошлины, налоги за людей, которые работают на их предприятиях. И у них нет проблем. То есть если вы посмотрите балансы этих предприятий, они открытые, это акционерное общество. Они исполняют все обязательства перед российским бюджетом. А это значит, что даже если радоваться и говорить, что у них зависло 39 миллиардов, это никак Украине не помогает. Потому что эти все нефтяные компании в полной мере выполняют свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации. Это первое. А если там какие-то деньги лежат, нужно сразу для себя понимать. Это деньги, отложенная так называемая прибыль российских нефтяных компаний, которые они прячут в индийских банках и перевернут эти рупии в доллары, это одна секунда. Одна секунда, я вас заверяю. Понимаете? И они когда продавали за рупии, при том начали продавать где-то в апреле-мая 22-го года. В январе 22-го года накануне войны Индия покупала где-то 100 тысяч баррелей нефти в сутки у России. А в апреле-мая уже стали покупать 700 тысяч. Что это значит? Это значит, что российские нефтяные компании просто были обеспокоены, когда если их активы будут за рубежом в долларах, то эти деньги Америка может арестовать. Поэтому они просто их перевернули в рупиях в ликвидной хорошей валюте. Держат их и в нужный момент они их вытащат по приказу Путина и дополнительно профинансируют войну. Понимаете? Вот нельзя здесь заплуждаться. Это пропаганда. Это вот как с Казахстаном. Вышел Тукаев перед Путиным на Санкт-Петербургском форуме произнес слова, что Казахстан не признает ДНР, ЛНР. Столько было радости. Я год настойчиво убеждал, что Казахстан задняя дверь, что это страна такая же, как Беларусь, вассал. Меня, к сожалению, плохо тогда слышали, и в течение короткого времени все прояснилось и выяснилось, что Казахстан осуществляет огромные поставки товаров двойного назначения в Россию, и теперь я думаю, что в основной части тех, кто смотрит за событиями Украины, уже нет сомнений. Это помощник Путина. Здесь та же самая ситуация. Представьте, Лавров рассказывает о своих проблемах. Они все время бьют фанфары, что мы завтра победим весь мир, а тут они такие головы склоняют, рассказывают. Вот у нас, видите, в Индии там застряли деньги. Бывший министр финансов Задорнов рассказывает, вот деньги застряли. Никогда они это не будут делать, если это не пропаганда, не попытка обмануть, сказать, что ох, извините, да, Запад, вы такие нам тяжелые санкции делаете, что нам плохо. Вот больше новые уже не надо, мы скоро умрем. Понимаете? А в это время экономика продолжает расти, поэтому в году прогноз полтора-два процента, бюджет у них, дефицит бюджета всего два процента, успешная Германия 4,25% дефицит бюджета от ВВП, у Франции 4,9%, вот вам реальность, понимаете? И если валюта у них рубль за доллар выше 100 ушел, то это только потому, что им это надо, потому что когда курс рубля низкий, ну там 100 и выше, больше наполнения бюджета происходит, потому что расходы у них в рублях, и когда рубль обесценивается, поступают дополнительные доходы российский бюджет, и они свои проблемы закрывают. И если россияне молчат, не возмущаются, ну им какая разница, что чуть беднее или вообще бедно живут, главное они решают свои военные вопросы, бюджет текущий вопрос закрывает, поэтому нет проблем у России, вот именно с точки зрения устойчивости рубля, если по итогам семи месяцев посмотреть, у них баланс 64 миллиардов долларов плюсом, излишки, понимаете? Это пропаганда, и просто, к сожалению, люди просто не смотрят в реальность, нужно смотреть цифры, это очень поверхностное суждение, что вот там деньги застряли, радуемся, вот рубль упал, радуемся, нет, надо знать, перед вами опасный враг, и все эти приемы, которые они, склонив лицо, рассказывают, что ой, наши там рубли застряли, там перевернулись в рупии, это пропаганда, нельзя верить в это. Услышала вас, спасибо вам большое за разговор, за то, что сегодня были в гостях у нас на Политеке. Мухтар Аблязов, казахстанский государственный политический и общественный деятель, предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, и также лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» был сегодня, спасибо вам еще раз большое, друзья, вам спасибо за то, что вы были с нами, за то, что вы смотрите, за то, что вы комментируете, ну и я вам напоминаю, что все ваши действия по поводу видео, они помогают нам продвигать канал, они помогают вам получать ответы на ваши вопросы, поэтому призываю все это вас, конечно же, активно делать. Ну и увидимся с вами в следующих выпусках. Всем мирного неба!